Новый уровень обслуживания в Ивановских аптеках. Согласно приказу Минздрава России, ко всем фармацевтическим точкам в стране теперь предъявляют особые требования по продаже лекарств. Документ вступил в законную силу с 1 марта. Этой належащей практикой определяются основные требования к работе аптечных организаций в любой форме собственности. Особое внимание в этом приказе уделяется созданию функционерной системы менеджмента или контроля качества. В частности, теперь фармацевты по просьбе покупателя должны предлагать несколько аналогов лекарств от дорогого до самого бюджетного, не менее трех вариантов. Сделано это для того, чтобы потребитель мог свободно выбрать себе медикаменты по карману. Аналоги, они как бы препарат считается с одним и тем же действующим веществом. Это не аналоги, это как бы синонимы. Это один и тот же препарат, только произведенный в разных странах, разными фирмами. Ну, пожилое население, конечно, предпочитает более дешевые дженерики нашего отечественного производства. Они по ценовой категории самые доступные. По статистике аналогичные препараты, они же дженерики, действуют на 20% хуже оригинальных, но и стоят, как правило, в два раза дешевле. Чаще всего врачи выписывают оригиналы, но выбор остается за пациентом. Кроме этого, теперь в аптеках при покупке лекарства проводят консультацию. Если человек совершенно, ну, первый раз мы назначили препарат, он, может быть, чем-то занимается, то да, мы как бы должны обратить внимание, когда человек должен принять этот препарат до еды, после еды, там, перед сном или рано утром, то есть раз в день или один раз вечером. Все эти рекомендации мы должны обязательно пациенту указать. В аптеках опасались, что такая форма работы может привести к большим очередям. Однако в Ивановском Росздравнадзоре уверяют, что никаких сложностей ни для фармацевтов, ни для покупателей изменения не принесут. А вот за несоблюдение правил аптеки и их работников могут ждать санкции. На соблюдение по правилам надлежащей практики, там идет ответственность в соответствии со статьями 14.1 и 14.43 КОАП, и штраф может доходить до миллиона, либо при остановке деятельности на 90 суток. Но это при условии доказанности. Предполагают, что эффект от нововведений будет положительный. Все же персональный подход к покупателю, как будет на самом деле, покажет время.